Всем привет! Сегодня история от подписчицы. Сейчас я зачитаю ее письмо, затем вы тоже можете дать свои комментарии. В общем, посмотрим, что там у нас написано. Письмо большое. Могу периодически в письме останавливаться, делать паузу и что-то сразу комментировать. Галина, здравствуйте! Во-первых, выражаю вам благодарность за ваш канал. Вы для меня эталоз здравомыслия и адекватности. Спасибо большое! Иногда очень важно услышать даже пару слов в нужное время, и думаю, многим девушкам вы тоже помогли. О себе. Сейчас мне 30, в юном возрасте был неудачный брак, потом несколько отношений с большими перерывами. Расставание я всегда переживаю очень тяжело, даже если инициатор я. Но если четко знаю причину, то потом всегда отпускает, и к прошлому я не возвращаюсь. Знаю, что всегда привлекаю мужчин, проблем у меня с этим нет, но встретить своего человека очень сложно, поэтому я подолгу бываю одна. История о Греке. Говорил, что расстался с девушкой несколько месяцев назад по причине того, что ее интересовали только карьера и развлечения, а он созрел уже к детям и семье. Когда сам писал, интересовался, не пропадал. Писал, в принципе, каждый день и на протяжении всего нашего общения, в кавычках, отношений. Обсуждали разное, просто все на свете. Я откровенно рассказала о себе, он о себе. В целом было полное совпадение каких-то жизненных ценностей, интересов, чувства юмора и тому подобного. Для меня это редкость. Казалось, что это может стать чем-то особенным. Это длилось и длилось месяцами. Медленно все развивалось. Я настолько привыкла к нему, что было уже ощущение настоящих отношений. Я неосознанно привязалась, хотя понимала, что так нельзя на расстоянии. Он уже говорил, что любит меня и даже обижался, что я не сразу могла говорить что-то подобное. Также мы еще не увиделись к тому моменту. Меня это тоже смущало. Я здесь скажу, отмечу, что вы уже ставите такие галочки в кавычках отношения. То есть уже сейчас вы понимаете, что может и не отношения, короче говоря, были. Я сделаю поправку. Я не люблю общение с кем бы то ни было 24 на 7 и переписку нон-стоп. Я ценю личное пространство. И мне не нужно висеть часами на трубке. У меня есть своя жизнь. Но человек в большинстве случаев никогда сразу не отвечал на сообщения. Это чаще всего могло быть и час, и два. И созванивались мы тоже не часто. Все это он аргументировал занятостью на работе, отдыхом после работы. Говорил, у меня нервная работа, постоянно разрывается телефон, я ненавижу его. А когда я отдыхаю, просто не трогаю телефон и разгружаю свои мозги. Часто вечерами он отвечал через два часа. Говорю, что смотрел кино. Ты, конечно же, думаешь, наверное, что я женат со стремленными людьми. Ха-ха-ха. Только зачем мне тогда все это нужно и общаться с тобой? И в каждой такой ситуации было видно, что он реально раздражается. Я чувствовала себя идиоткой, потому что в его словах была истина. Даже иногда я извинялась. То есть он вам давал чувство вины. Обращаем на это здесь внимание. К слову, при встрече я и правда видела, как его телефон разрывался постоянно. Но я не могла понять некоторых ситуаций. Когда мы, допустим, общаемся в WhatsApp, я предлагаю, что звонится, и человек сливается. Прямо говорила, что это странно выглядит, и у меня есть подозрения. И он говорил, что уставший и тому подобное. И понимал в такие моменты, что мы не будем говорить, наверное, минут пять. Она долгую беседу перед сном, просто у него не было сил. Меня это обижало. И пару раз я его просто уже блокировала и хотела закончить. Самой было очень плохо при этом. Он что-то писал обиженно в других мессенджерах спустя время. Ему продолжали опять общаться. Порой я не понимала, что происходит. Часто была подавлена. Вот здесь обращаем внимание. Мое эмоциональное состояние сильно зависело от того, отвечает он мне или нет. Зависимость. В этих ссорах он всегда повторял, как устал от обвинений и чувствовала вину за это я. И просто не понимала, как можно быть в такой связи на расстоянии и не хотеть слышать человека чаще. Ведь это единственное, что у вас есть. Он всегда просил, чтобы я оставила сомнения. И как он меня любит, как мы... Короче говоря, я отравляю наши отношения. Смотрите, вот на данном моменте, что я прочитала, типичный манипулятор. И, возможно, у него... И, скорее всего, у него нет ни жены, ни детей и так далее. Это человек, который хочет поиграть в отношения, в кавычках, на расстоянии. Ему нравится сам процесс, играет раз. Два, это манипулятор. Он кайфует от того, что от него зависимый. Делает то, что он хочет. Чувство вины, напомню, это попозже, наверное, расскажу. Чувство вины – это главный инструмент манипуляторов. Чувство вины, а потом, может быть, иногда, если другая ситуация, и сыт еще и там приплетается. Но чувство вины – это главный инструмент манипулятора. То есть, зачем он это делает? Повышает свою значимость, самооценку. Манипуляторы им кайфовы от этого. Поэтому он долго не подходит к телефону или не отвечает. Создает такие ситуации, где вы чувствуете себя виноватой, даже извиняетесь. Показатель, чему и что вы связались с манипулятором, ваше состояние... Что происходило? Было подавлено, а мое эмоциональное состояние сильно зависело от того. Отвечает он мне или вы впали в зависимость от манипулятора. Такое бывает. Давайте дальше. Я не знаю, что конкретно стало причиной подвешенного этого состояния с работой или с отношениями. Может, все вместе. Но у меня начались сильные тревожные состояния, вплоть до панических атак. Браво! Он поддержал меня, и я сходила к врачу. Потом у него были проблемы со здоровьем сильные и авария. Я тоже его поддержала. Вот видите, вы дошли до тревожного расстройства, некоторого состояния, до панических атак. Он вам давал тревогу своими манипуляциями, чувством вины и так далее. Держал вас на расстоянии. Вы от него начали зависеть, от его внимания к вам. И в итоге дошло до тревожного. Я думаю, что панических атак вы к какому врачу интересу хотите? Если вы ходили к психиатру с паническими атаками, то вам какой-нибудь диагноз могли поставить? Ну, может быть, начальное, например, тревожное расстройство личности могло начаться. Повышенная тревога – это 100%, которая привела к паническим атакам. У вас страхи. Здесь я сразу установлюсь и дам сразу намек. Почему вы в это впали, позволяли, и почему вы на вот эту тревогу перешли? Очень просто. У вас были предпосылки тревожности еще до него, и вы уже говорили, что я трудно схожусь. Часто бываю одна. То есть на самом деле вы сравните соотношений серьезных, либо каких-то там долгих и так далее. Брак был, назовем так, как вы вроде написали, ошибкой. Ну, в общем, по молодости, по юности вы это назвали и так далее. Короче говоря, у вас некое тревожное, зависимое, подвешенное состояние от мужчины уже было в вашей жизни. Возможно, от папы, от дедушки или еще от кого-то в вашем где-то детстве до, скажем так, отношений, до вашего первого брака, назовем. Либо это первые какие-то отношения, первая любовь, первые, не прям именно первые, а первые чувства, я имею в виду. Либо это с папой история была, с мужчиной, который вас воспитывал и так далее. То есть вот эта тревожность, подвешенное состояние зависимости от мужчины, ожидание, возможно, его и так далее, у вас уже присутствовало. Вы на нем, на этом манипуляторе подзависли, потому что он вам сколыхнул те переживания и эмоции. Там есть, к сожалению, вторичная выгода, некая эйфория и кайф от того, когда он возвращается, когда он отвечает. Поэтому вы, скажем так, на это подсаживаете. Давайте продолжим. Меня убивало, что отношения как бы есть, но в реальности нет ничего. А потому что он хотел, он не готов был к настоящим отношениям, ему нужна была манипуляция на расстоянии, безопасно, далеко, не нести никакую ответственность. Ему кайф был. Его, знаете, задача не выиграть в отношения, это как инструмент, как следствие. Его задача была манипулировать вами, именно давать вам чувство вины, смотреть, как вы страдаете, как вы издеваетесь. Ему это был по кайфу. Плюс были материальные проблемы, потому что остановилась работа, я говорила о них. В моем понимании мужчина в отношениях и при работе предложил бы помощь. В этом случае равно, что что-то реальное, деньги, например, да, так как этого не было. Но однажды в обиде я ему прямо об этом сказала, на что он объяснил, что, конечно, он рад помочь, просто не хотел меня обидеть, вдруг я не приму помощь. Потом еще несколько дней не трогала эту тему, и когда у меня случилась уже истерика, нервы были просто на пределе, тогда он выслал мне денег. Также странно поступил на мой день рождения, позвонил, поздравил про манипуляции. Я была в командировке, через несколько часов должна была уже лететь. Я еще пошутила, что, ой, я не получу никакого подарка, так как бригада, с кем я работаю, не в курсе моего дня рождения, сказал, что я хотела тебе тоже сделать подарок, но сначала просто позвонил. Я такая, окей, ждала несколько часов, улетела, написала большое спасибо за подарок, уже на следующий день ничего так и не было. И тут мне пришли деньги. Опять я виновата, он хотел отослать сразу, но карта была заблокирована, и опять твои обвинения, я устала. На самом деле, он, это пример, это четкая проекция, так создана, чтобы вы чувствовали вину, и он вас, ему кайфовать, навешивать чувство вины, чувствовать свою значимость. Короче, когда вы на этом подсели, на это назовем так, да. То есть, это история просто показатель его манипуляции. Он бедный, несчастный, такой хороший, классный, это такая вся плохая. А встреча? Мы увидели спустя 8 месяцев общения. Сначала ковид, потом, когда границы открыли, вроде бы, по моим ощущениям, нужно было уже увидеться, сразу пошла какая-то тягомотина у него. Мы ругались, опять обвинения сыпались на меня, в том числе, что я не хочу увидеться, смайлики, потому что я ругаюсь с ним. Я не понимала, что вообще происходит, потому что я ругалась как раз по причине того, что невозможно тягивать встречу еще дальше. И меня это сводит с ума. В итоге мы неделю не разговаривали, я извинялась, мы встретились. Я извинилась, мы встретились. Видите, он нагнетает обстановку, ждет извинений, чувство вины, и вы встретились. Видите, это чистая дрессировка манипулятора. Он и не хотел, естественно, встречаться, потому что не хочет ответственности, обозначений каких-то и так далее. Он сам этого всего очень боится. Он все оплатил по-другому. Я бы, в принципе, к мужчине тогда и не полетела. На 2 дня больше он не мог в гостинице. Перед этим задолго он много говорил о переезде, о том, что ищет новое жилье. И за некоторое время до, о том, что переехал временно к брату, пока делает ремонт на новом месте. Встреча прошла хорошо, и мы убедились, что подходим друг к другу во всем. Я видела, что влюблен, и сама это чувствовала, говорил, что хочет меня увидеть снова. Шли месяцы, каждый день в WhatsApp. Но в основном это, как всегда, good morning, baby, good night, baby. И проблемы оставались все теми же в коммуникациях. Меня каждый раз сводили с ума. Невозможность поговорить так часто, как я хочу. Он стал звонить почти всегда в 18.00 по дороге с работы. Но если я могла говорить в это время, то позже ему 100% уже не разговаривали. У него то зал, то какая-то готовка, то отдых и так далее. Если я что-то говорю против, сразу же ссора. Плюс я не понимала, когда мы увидимся в следующий раз. У него были сроки, но они были какие-то размытые. Если я скажу тебе в феврале, говорил он, то ты сначала в феврале начнешь меня спрашивать, типа парить мне мозг. Как-то в ссоре мы должны были понимать изначально, что отношения на расстоянии. Это нелегко. Мы увидимся потом, еще несколько месяцев будем ждать, чтобы увидеться снова. То есть он вообще не говорил вам ничего об отношениях. Ну, типа где-то когда-то. Никаких дат, никакой конкретики. Потому что ему нужна манипуляция, процесс унижения, чувство вины. От этого кайфует, чувство вины вошло. Никаких бы отношений там и не было. Это ровно на столе, насколько вы готовы это все терпеть. И вот вроде скоро опять встреча, опять что-то непонятное. Я в растерянных чувствах, но очень хочу встретиться. И тут война началась за неделю до нашей встречи. Я не могу описать, что со мной происходило. Первая ночь была проведена у меня в полицейском участке. Потом много слез. Я думаю, потому что вы вышли на митинг и протест против войны. Поэтому было в полицейском участке. Потом наша авиакомпания перестала существовать. А мы только сделали первый выход после ковида. Разумеется, я была не в самом лучшем состоянии. И в разговорах с ним рассчитывала только на поддержку. Рассказывала, как много людей поехали в Грузию. И как мне страшно тут оставаться. Он спрашивал, нужны ли мне деньги, чтобы тоже туда уехать. Я искала работу с нуля в других сферах. Не могла найти. Параллельно я понимала, что мы договорились встретиться. И хоть Европа тогда и закрыла воздушное просторство, но все же был Стамбул как точка пересечения. На что он особо не отреагировал. Потом состоялся разговор. Я очень хочу увериться, но понимаю, что оплачу эту встречу, но ты вернешься в никуда и будешь продолжать искать работу. Поэтому я не буду думать своими желаниями и членом. А лучше пошлю тебе денег вместо встречи. Видите, личной привязанности не хочет, эмоций и так далее. Он нашел причину прекрасной. Те лучше денег вышлю, ты только от меня со своей встречи отстань. По логике вещей предложение имело смысл. Я сказала, что возможно он и прав. Но сначала шло время. Я искала работу. Денежные переводы закрывались. Ну да, в Эстер-юнион всякое такое закрылось. Кстати, осталась золотая корона в России. Он уже молчал. Потом опять моя истерика, нервы на пределе, его обиды. Ты меня опять обвиняешь. Скажи мне способ, как послать тебе деньги. Я говорю, способа нет. Ничего не работает. Тишина. Мы ссорились. Ссорились. Он говорил, ты меня обвиняешь, как будто я виноват во всем, что происходит. Он говорит, хотя я просто хотела просто моральной поддержки. А он не может поддерживать. Понимаете, вы от него просите то, что манипулятор давать не может. Он не хочет вам давать поддержку. Он хочет давать вам чувство вины. А если он вам дает поддержку, что вы себя виноваты не чувствуете, кайфа у него нет. Поэтому он не мог вам дать то, что вы просили. Потом очередной раз мы не смогли созвониться и случился апогей. Моя истерика ночью. Я была на ночной подработке. И разговор с ним на следующий день, в котором он сказал, что не видит выхода, кроме как расстаться, несмотря на то, что любит меня. А я его нет. Опять чувство вины и манипуляции. Я плакала. Не могла больше разговаривать. На что он сказал, ты даже ничего не хочешь мне сказать. Короче, я бросила трубку. Он хотел еще поговорить на следующий день. Но так как в 6 я не могла, как он может, и сказала через час, а у него был зал. И мы больше ни разу и не созвонились. Правильно, господи. Потом у него были странные смс, то с обвинениями. Человек, не имея соцсетей, нашел меня в фейсбуке, обнаружил фото 6-летней давности с другом геем, предъявил за то, что, решив, что это я с бывшим мужем на фотографию. К слову, у меня ни одного фото с бывшим мужем и не было. Кстати, изначально он сказал, что ударил соцсети по причине его бывшей сталкера, то есть, которая его преследовала, конечно, фуфло. Какое-то, я думаю, у него другие всякие бабы есть, поэтому он и не сидел нигде в интернете. Типа нет у него соцсетей. А они были под другими именами. Потому что он манипулятор, ему нужно чувствовать, у него не одна жертва. То писал мне в день матери, потому что я единственная девушка, с кем он хотел иметь семью и детей. Забавно. Потому что, когда мы касались темы какого-то будущего, мы всегда ругались. И тут он это объявил тем, что я понял, что ты не хочешь ничего, потому что каждый раз, как у меня возникают такие мысли, ты их убивала. Короче, вот у него, видите, вода водой в речи. Всякая фигня, какие-то образные такие высказывания общие. Потому что он просто ищет, как задеть, что сказать, не привязывая конкретно к вам, чтобы вам не так олупаешься в, допустим, идеальное, хорошее. Для того, чтобы обвинять, ему нужен сам процесс. Что является полным бредом, потому что на момент отношений я мечтала о том, что это вылетится во что-то серьезное. А мы в итоге не могли так с ним даже и встретиться. Сказал, что так же, что его зарплата в 2000 долларов, и он тратит тысячу на аренду жилья, а на тысячу живет. И просто не может видеться часто. Я, в свою очередь, не понимаю этого, так как если ты любишь в кавычках человека, то, по-моему, готов тратить любые деньги с ним навстречу. Пусть и не каждые две недели, конечно, но хотя бы раз в несколько месяцев как-то можно было решить этот вопрос. И много-много обвинений меня. Сказал так же, что хочет все равно денег послать мне, хоть мы и не вместе. Спрашивал, какой есть способ. Мне было больно читать что-то от него. Больно от того, что бросил. Он говорил, я не могу. Ты мне стала родным человеком. Я хочу знать, как у тебя дела иногда. Я сказала, как есть. Раз решил расстаться, больше не пиши. Думаешь, что совершил ошибку, скажи об этом. Просто перестань мне делать мозги. В общем, это все длилось года три месяца. Много воскисательных знаков. Я не знаю, как так получилось. Я не думала, что могла бы оказаться в таком. И мне самой как-то странно. Но это правда были чувства, как настоящие отношения. И мне правда больно, как при настоящем расставании. Я бы даже сказала, это самое болезненное расставание. Я старалась не надеяться. Но я надеялась. А потому что он вам подколупнул надежда. Вот оно чувство и эмоция. Вы были с надеждой и ожиданием какого-то другого мужчины ранее. Он просто вам подковырнул всю эту историю. Если вы посмотрите его портрет личности, да. И внешние характеры, его какие-то черты, чем он вас привлек, чем он понравился. Он вам напомнит того человека, который изначально был в вашем мозге и нанес, назовем так, некую травму. Он мне внушал сам эту надежду. Сейчас я нахожусь в двух состояниях практически одновременно. Как это тяжело. Либо я полная идиотка и отказалась видеть очевидные красные флажки. Все это было просто наглой ложью. Возможно, другая женщина у него есть. Или даже может быть жена. К слову, очень бы хотела знать правду. Если это так, то мои страдания были бы просто облегчились сразу. Вот вы ищите причину. Либо это такой человек сам по себе. Говорит, что ему нужна семья, но по факту сам по себе. И в отношениях и на расстоянии его устраивает. Совершенно верно. Это такой человек. Либо это правда. Могло бы стать чем-то особенным. Нет, не могло. Я сама все испортила своей спыльчивостью. Оттолкнулась его. И он прав. И все это моя вина. Фигня полная. Мы ни в чем не виноваты. Думаю об этом каждый день. Хочу я того или нет. С людьми, как всегда. Я веселая, но наедине с собой. Плачу. Погружаюсь в ужасное состояние. Это застряло в моей голове. Я хочу только избавиться от всего этого. Но схожу с ума. Вот. Выговорилась. Стало как-то легче. Отлично, что вы выговорились. Стало легче для этого. И по сути окей. Пишите. Короче, вам надо к психологу. Это со временем пройдет. Но если вы хотите ускорить процесс, вам надо парочка сессий с психологом. Не больше. Вообще, я могу разобрать ситуацию с вашей тревожностью. Вообще, почему у вас такая реакция пошла? Панические атаки. Почему вы так боялись его потерять или что? Надо найти механизм, почему панические атаки срабатывали. Какой именно страх был? Тревожность поднимал. Что я вам дам? Какое задание? Вам надо составить... Вам надо будет, назовем так, его описать. Внешность его себе. Первый абзац – это внешность. Второе – его качества какие-то, как человека. Например, умный, веселый. Есть о чем поговорить. Там тря-ля-ля и вся такая прочая. Какие-то качества добрые, например, щедрые. Любые другие, в общем-то, не знаю, отзывчивые. Качество личности. И третье – его социальное взаимодействие с людьми. То есть, если у него семья, как у него с папой, с мамой. Общение с братьями, например, нелюдим, ни с кем не общается. Трудное отношение. Друзей никаких нет. Или душа компании. Постоянно с друзьями. С родственниками встречается. Он живет там с братом какое-то время. И так далее, и так далее, и так далее. Короче говоря, и потом подумать вообще в тревоге. Вот эти ожидания мужчины. Вот эта вся история, когда в вашей жизни появилась. И посмотреть вот это описание его со стороны. Кого оно вам напомнит в вашей жизни. Совстречались вы уже с подобными. Короче, если 50% из этого списка будет похожа на мужчину в вашей жизни. Который вам нанес психотравму, назовем так. Которую вы где-то ожидали. На самом деле испытывали чувство вины. И ожидали какого-то мужчину. То это говорит о том, что он всколыхнул. У вас все старые переживания. Проблемы там в прошлом. Если нет, то вы просто попали к типичному манипулятору. Это такой человек. На вашем месте могли быть любые другие женщины. Это не вы плохая. Не чувство вины. Вот это чувство вины. Самопоедание. Прекращайте себя ругать. Винить в чем-то. Нет никакой любви. Ее с его стороны не было. Это были слова. Для того, чтобы вам давать чувство вины. Это манипуляция. Вы верите в любовь, чувствуете, поверили. Он это использовал. Говорил то, что вы хотите слышать. Это больно, но я скажу прямо. Зачем я это сейчас говорю? И так резко. Потому что я не хочу, чтобы вы себя винили. Считали, что вы плохая. Чем вы дольше... Смотрите, ваше лекарство. Вы выходите из этого состояния. Перестать себя ругать. Перестать себя винить. Вините его. Вы попали к манипулятору. На будущее будете знать. Поставите себе какие-то временные рамки. Встреч, отношения. У вас нет... Рамок не было в тот момент. Они были размыты. Отношения, встреч. Короче, у вас должны быть временные моменты. Типа, так, столько-то у нас цвета точно букетный. Перед. Столько-то ухаживаем. Так, когда-то мы знакомимся с родителями. Вот так-то там условно. Мы встречаемся, съезжаемся. И так мы выходим замуж и так далее. Вот это себе хотя бы наметьте примерно. Не просто я хочу серьезных отношений. Ваша проблема была в том, что у вас не было четких критерий развития отношений. Он вам на это сел. Он увидел, что вы ведетесь на чувство вины хорошо. Начал этим манипулировать. И вы вообще вот эти временные рамки все посыпалось. Вы в этом застряли. У вас не было четкой структуры развития отношений вашего поведения. Он это наметил, быстренько все так, скажем так, окутал, смазал все, чтобы вы потерялись в нем, в этих отношениях. И вот жили по его планам, которых не было. Которые, если были, то они вот размазаны. Видите, у него нет четкости структуры. Встретимся когда-нибудь, через сколько-то месяцев. А ты об этом спрашиваешь, что это ты плохая меркантильная, еще какая-то. А ты влезала в отношения на расстоянии, знала, что это тяжело будет. Вот терпи, страдай и так далее. Это он вас, скажем так, сейчас сделал, задел вам на страдания. Хватит себя жалеть. Вы тоже не жертва. Было-было, все закончилось. Все, до свидания. Рада, что вообще хоть так вышло. Окей, все закончилось. Да, блин, обманывал. Ну, теперь буду умнее. Теперь буду проверять как-то. И вам надо работать с вашим чувством вины. Это та манипуляция, которую он на вас почувствовал и которую использовал. Вы, в принципе, базово живете с чувством вины за что-то. Вот на это вам надо обратить внимание или работать с этим психологом. Вот такая интерпретация моя. Девочки, пишите комментарии, что вы думаете по этому, истории по этой. Вообще, встречались ли вы с манипуляторами? Если да, расскажите, как вы от них уходили. Вообще, как это все развивалось. Это очень интересно. На расстоянии у нас на канале уже были и много. Давайте теперь займемся историей с манипуляторами. Интересно ли вам про таких поснимать видео, про рассказывать про них. Поднять эту тему. Жду ваших комментариев. Если кому-то нужна моя помощь психолога, в теме письма напишите психоконсультация. Почта у меня в инфобоксе под видео. Спасибо за внимание. Всем пока.